Всем здравствуйте! Шалом-шалом, дорогие друзья! С вами я, Левиашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Однажды святой Большемтов впал в раздумья. Он постоянно о чем-то думал. У него было нестабильное душевное состояние. Он о чем-то переживал. И у него было чувство внутри, что вот сейчас что-то произойдет, что-то случится. В итоге так и произошло. Спустя три дня он очутился в пустыне. Это была ночь, было очень холодно. Он оказался в пустыне. И он не понимал, что я здесь делаю. Он начал размышлять вслух. Зачем я здесь? Как это получилось? Но если я здесь очутился, значит свыше так хотели. Поэтому все, что не происходит, делается к лучшему. И делается только по воле Всевышнего. Он начал гулять по пустыне. Начал рассматривать, что происходит рядом. Начал прогуливаться. И позже он увидел очень большую и уродливую жабу. И он удивился. Она начала набирать скорость и приближаться к нему. И тут жаба заговорила человеческим голосом. Говорит, о святой Большемтов, когда-то я был человеком и я согрешил. И сатана сделала так, что я начал грешить все больше и больше. И тогда свыше было принято решение отправить меня в пустыню, где нет людей, где никто из святых не поможет мне, где никто меня не спасет. И никто не помолится за меня. И я не смогу вернуться в человеческое тело. После чего Большемтов провел с этим существом длинный разговор. И Большемтов сказал, я помолюсь за тебя, но обещай мне, обещай мне, что больше ты грешить не будешь. Ему это существо пообещало. Он начал молитву, он просил за это, он давал свое слово. Спустя три минуты молитвы жаба умерла. И душа человеческая возвысилась. Какой мы можем сделать вывод из этой майсы? Во-первых, то, что происходит в нашей жизни, это не делается зря, это раз. Во-вторых, это делается к лучшему. А в-третьих, все, что не происходит, это уже запланировано. Об этом знает Всевышний, об этом знают силы свыше. И это все запланировано для нашего блага. Следующее, мы должны помогать друг другу. Если что-то зависит от нашей молитвы, мы никогда не должны лишать этого, кого-то другого. Мы должны за других молиться, должны помогать, как помогал Большемтов. И не расстраиваться по пустякам или когда происходят какие-то ситуации, понимать, что это уже определено. Спасибо большое за прослушивание. Браха, выцеллаха. Всем хорошего вечера. Эрефтов. Субтитры сделал DimaTorzok